За что ты наехал на Дзюбу из сборной России? Дзюбодрочем его назвал. Ну, то, что они же, знаешь, первые дни, когда началась у нас полномасштабная война, я думал, что хотя бы спортсмены, знаешь, спортсмены выступят с каким-то обращением и скажут, что у нас идет война, что я понимаю, что там у них один все решает, это Путин. Вот они всех боятся. Ну, ни один спортсмен, никто, ни футболист, ни хоккеист, никто, знаешь, значит, они этого поддерживают. А Дзюбодроч, ты же сам видел прекрасно. Ну, что, когда человек лежит и на камеру дрочит и показывает, как ему классно. Ну, вот он и есть Дзюбодроч. Дзюбодроч. Ну. Ты знаешь, вот мне интересно, давай порассуждаем. Встань на место футболистов российских клубов, топ-клубов, российской сборной, у которых идут золотые годы сейчас, да, и благодаря политике своего говно президента Путина, российский футбол, как и весь российский спорт, просто исключен. Изгой. Они нигде не соревнуются, они нигде не выступают. То есть у них уже почти два года скоро, лучшее время, да, у ребят. И они исключены из мирового футбола. Что может чувствовать вот человек, который на пике формы, который хочет показать себя, уехать может в другие клубы? Вот давай смоделируем. Ну, вот посмотри, то же самое ты говоришь, видишь, они не играют на международных аренах, они не играют ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира. И только вот сейчас у них, ну, я говорю за футбол, с кем они могут, с Ираном могут играть там, с кем мы там еще, я не знаю, с кем они там еще играли. Все. Значит, они этому соглашаются, понимаешь? Они этому соглашаются. А если бы спортсмены бы хотели бы, я думаю, они бы, блин, полностью бы все бы, все виды спорта, все бы говорили, я понимаю, это политика. Они же потом рассказывают, что спорт не политики. Ну, значит, вы же с этим соглашаетесь. Значит, вы же что-то должны делать, что-то должны говорить. А они все, засунули все языки, как говорится, в свои жопы и все. И им все равно. Да, они получают хорошие деньги. Я не знаю, я не лезу никогда ни в чей кошелек, ничего не говорю. Они получают хорошие деньги, они себе играют, допустим, ну, то, что я сказал, с Ираном. Это для них нормально. Это все. Для них это хорошо и нормально. Ты играл в сборной Украины вместе с еще одним человеком, который засунул язык в жопу и оттуда не высовывает. Тимачев? Да. Который всегда говорил подчеркнуто по-украински. Да, да. Который с Волынии рос в украинскому средовищу, да? Сидит себе в Питере и молчит. Да. Получает от Газпрома деньги и себе все хорошо. А сейчас получил себе гражданство, этот как... Российское? Не, румынское, румынское гражданство. Ну, да, сделал себе. Все. Так он румын? Ну, да. Ты же видел прекрасно, когда он играл за сборную, как он рисовал флэшки Украины. Гимбел, грубче всех. Гимбел, конечно. Все красиво. Ленточка у него была, как у пи***ка. Но только одевал он украинскую ленточку, понимаешь? А как коснулось войны, я в этом плане поддержал очень хорошо за, я сказал, за Андрюху Воронина. Он сразу же уехал. Уехал, да. Хотя Андрюха Воронин и Тимасчук, они кумовья. Знаешь? Воронин уехал из Москвы, да? Воронин сразу уехал из Москвы, уехал в Германию. Сразу. Молодец. Хотя они кумовья. Все. Слушай, но Тимасчук, он же капитан сборной многолетней. Он же больше, по-моему, всех провел матчи за сборную украинскую, да? Ага, да. Символ украинского футбола. Раньше был. Раньше был. А сейчас он падла украинского народа. Как могло это произойти с человеком? Не знаю. Ну вот видишь, человек очень сильно любит деньги. Очень и очень сильно любит деньги. Ему все равно. Его отец пошел в ряды ТРО. Отец его пошел в Луцки, в ряды ТРО пошел. А этот человек, он предал и своих родителей, и предал свой народ, и предал свою страну, за которой он выступал. Ну, сейчас страна для него это Россия, понимаешь? И слава богу, что да, я сегодня вот как-то читал, Ребруха написал. Раньше, да, это был, как ты правильно сказал, символ был украинского футбола. А сейчас это говно просто. Этой фамилии просто не существует и просто ее нет. А давай смоделируем, вот когда все закончится. Рано или поздно все равно все закончится, и я уверен, что нашей победой. Как он себя будет вести? Что он скажет? А что он сказал? А он ничего не скажет. Что пугали его, или что он сказал? Ну, конечно, они все, у них же только одни отговорки, что их пугают, что это. Так если тебя пугают, ты возьми, собери свои вещи и приедь сюда, и покажи своим примером, как ты выступал за сборной Украины, как футболист. Так ты возьми автомат в руки. Даже не пускай не автомат, но ты вернись в свою страну, и даже пускай ты не воин, а просто даже помогай нашим пацанам военным. Каким-то, я думаю, ты в свое время заработал очень много денег, и каких-то... Особенно в России, я думаю. Конечно, в России. Вот эти деньги, которые ты заработал в «Газпроме», ты возьми, лучше их собери, и отдай для наших пацанов, для нужд армии. Купи дроны, купи боеприпасы. Вот это. Тогда бы я это поддержал бы. Хотя наши ребята очень и очень многому чему нуждаются. Скажи, если когда-нибудь вы с ним встретитесь, жизнь же такая, что встреча происходит неожиданная. Что ты ему скажешь? Знаешь, я думаю, может быть, встретимся, но я бы его с удовольствием бы зарезал бы. Вот зарезал бы? Вот с удовольствием бы зарезал бы, просто. Я тебе честно говорю. Я думаю, что эта встреча будет. И рука не дрогнула бы? Нет, а за что? Ну, видишь, обидно то, что это произойдет где-то за границей. Что я знаю прекрасно, что я сяду. Понимаешь? Ну, я бы его с удовольствием бы зарезал. Ну, ты отчаянный, я тебе скажу. Ну, а как это? Понимаешь, я не люблю, когда... Я такой человек, знаешь, для меня предательство – это самое, что есть, не наесть. Да, хуже ничего нет. Я ненавижу предателей, понимаешь? Просто ненавижу. А этот человек, понимаешь, этот человек предал 40 миллионов людей. 40 миллионов. И ему даже, знаешь, он даже не говорит, ничего не может сказать. Где на... Еще раз говорю, за наших... В первую очередь за наших женщин, за наших детей. Мне вот это всего... Больше всего обидно. Ты и Путина зарезать хотел, я считал. Да я бы с удовольствием. Ну, я думаю, что он скоро сам крякнет своей смертью. Что ты о нем думаешь? Ты его видел когда-нибудь, кстати? Нет, никогда не видел. Он не ходил на футбол, нет? Да нет, на какой? Какие футболы он ходил? Ну, в Москве, может, что-то нет. Ну, только вот то, что чемпионат мира у них был, проходил. Ну, да. Когда в 18-м году, и все. То, что он е... А так он никуда не ходил. Что ты о нем думаешь? Ну, а как, что о нем думаешь? Это фашист, это Гитлер. Настоящий это фашист. Тот человек, я же еще раз говорю, куда Путин не влезет, везде горе. Везде. Посмотри, сейчас даже, взять, война сейчас в Израиле идет. Благодаря кому? Опять же Путину. Везде. Посмотри, куда они лезут. И люди, пойми, 140 миллионов, 140 миллионов просто молчат. Просто молчат, и никто слова не говорит. Все это поддерживают, и все это, знаешь, все это к этому относятся нормально. Вот опять-таки, объясни, пожалуйста, как человек, который жил в России, который должен понимать ее изнутри. Что это за люди, которые молчат, которые не реагируют на боль, как они говорят своих братьев? Что это за выродки такие? Ну, вот такие вот выродки. Просто, видишь, тех людей, они просто, они всех зашугали, и все. Никто ничего не может сказать. Посмотри, у них то же самое, берут воевать кого? Сейчас зэков берут, берут сел каких-то людей. Те, которые, тех, они сами, вот, знаешь, я смотрю твои посты всегда, ты всегда там выставляешь за русских, там вот это. Ты же посмотри, как они живут. Но я же не видел ни одного, ни с Москвы, ни с Санкт-Петербурга, ни с этого, с Краснодара, с Ростова-на-Дону. Я никого не вижу, чтобы они воевали. А берут вот это, да, у них много людей, у них много мяса. Вот они мясом, как говорится, и воюют, понимаешь? А люди там, ну, знаешь, они зажравшиеся. Те, которые вот эти, то, что я сказал, города живут, которые кайфуют от жизни, знаешь, они, у них есть деньги. А обычные, обычных людей, они просто кидают на мясо. Ну, ничего, я думаю, если еще дальше будет продолжаться наша война, я думаю, уже, как говорится, и с этих городов. Дойдет и до этих, конечно, конечно. А ну, оттуда они уже будут бежать, потому что они по натуре, они просто, пойми, они трусы. Да, они воевать не хотят? Нет, нет, конечно, не хотят. С какого года ты знаешь Зеленского? С, ну, как только я начал играть в Динамо, ну, где-то мне было где-то 22 года, когда я стал уже ходить на концерт на 95-й квартал. Ты же часто там был. Да, раньше я был очень, очень часто. Они всегда мне, я с Юзиком общался, они всегда меня приглашали, я только с радостью, если было время, я только с радостью всегда ездил к ним на концерты. Ну, у вас было неформальное общение с Владимиром Александровичем? Всегда, всегда, мы всегда общались. Как это проходило? Я всегда приезжал, там, допустим, концерт начинался в 7, я где-то в 6 часов приезжал к ним, поднимался к ним в комнаты туда, где они переговорились. Проверял, знают ли текст? Ну, конечно, с ними всегда, всегда я с ними общался. После концертов я тоже всегда за кулисы заходил, мы всегда общались. Всегда, и с Вовой общались, ну, я со всеми ребятами общался, со всеми. А не делали пародии на тебя? На меня? Нет, не было. Но вспоминали часто? Ну, всегда, да. Сейчас вот с кем-нибудь, там, с Микой общаюсь, там, когда увижу Саню, с Аней Пикалом общаюсь. Мико неплохо в футбол играет, правда? Да, молодец. Я никогда не думал, когда мы его пригласили, вот у нас был благодарительный матч, потом пацаны говорят, Леон даже сам сказал, надо вот этого мальчика брать, чтобы бегал впереди. После того, как Владимир Зеленский стал президентом, вы общались? Нет. Я не общался с ним уже очень-очень давно. Когда вот у меня закончился контракт в 2013 году, вот где-то вот с этого, ну, уже где-то лет 10 мы не общались. Не общались вообще. Как ты сейчас ощущаешь вот внутри? Столько времени уже идет война. Да. Что у тебя в душе? Вот многие сейчас знают, что мне говорят? Ощущение какой-то выжженной пустыни. Конечно. Когда нет, люди не могут загадывать, что будет дальше. Люди как-то живут, проходят месяцы, уже скоро годы. Вот что ты чувствуешь? Какое у тебя ощущение? Знаешь, конечно, от этого всего устал. Очень устал. Я, пускай я нахожусь там не прям в тылу сейчас. Это если я уже устал от этого, а что пацанам, которые находятся там, что пацаны, которые слышат эти взрывы, эти пули, это все, которые на ротацию не уезжали уже на протяжении года где-то. Я серьезно говорю, что есть, я представляю, как вот им надо задать вопрос. Я устал от этого, реально устал. Хочется мира, реального мира. Ну, я понимаю, что с той страной, которой мы сейчас воюем, то пока нам долго и долго все это будет работать. Для них мир это сдавайтесь. Это сдавайтесь, да. И я прекрасно понимаю, что мы все равно не отдадим наших, которые сейчас в оккупации, наши города, мы их все равно не отдадим, мы их все равно выбьем оттуда. Ну, когда это будет, это видишь, это все, как ты правильно сказал, и месяца, и можно сказать, что это годавние. Ты плакал хоть раз за время войны? Да. Отчего помнишь? За детей. Детей просто, знаешь, детей жалко. То, что дети это видят, знаешь. Я когда уезжаю, допустим, ну, на передок, ну, они меня смотрят, они видят, что я собираюсь, там, они говорят, куда ты едешь? Я извиняюсь. Слезы ихние, понимаешь? И мне жалко их становится. Какое у тебя было самое такое, самое тяжелое впечатление на фронте? Ну, самое тяжелое, когда я приехал в Северск, и я увидел, как живут пацаны. На протяжении года живут в подвалах. Живут в подвалах, это раз. Приезжаешь там очень и очень громко. Все летит на тебя, и, знаешь, я ехал в Северске. По таким ямам мы летели просто где-то 100-120 по ямам, понимаешь? Потому что там больше по-другому невозможно никак ехать. Ты не знаешь, что может с неба тебе прилететь. Вот такое. Ну, первые где-то минут 10 для меня было это сначала страх какой-то, знаешь, а потом я уже нормально. Когда в Киеве с неба летит, и ты в Киеве, ты спускаешься в Бомбове? Никогда. Я никогда, когда тревоги, я никогда не спускаюсь. Никогда не спускаюсь. Я тебе скажу даже такое, что у меня даже и Алинка, и Артем уже не спускаются. Никуда не бегут, ничего. Они даже, когда вернулись с Европы, они, ну, звонили мне, спрашивали, папа, что делать? Я говорю, смотрите, как вы хотите, как по вашему желанию. Если хотите, можете идти в парк. Я говорю, да нет, мы не боимся. Вот до того, что когда, если я здесь в Киеве нахожусь, если летят ракеты, Алинка и Артем всегда выходят и смотрят в окно. Перебороли они этот страх. Да и хотя у них и не было этого страха. Ты понимаешь, что то ли находясь на передовой, то ли находясь даже в Киеве, ты в любой момент можешь погибнуть? Конечно. Конечно. Ты хорошо это понимаешь? Да, конечно, я понимаю. Ну, если это суждено, значит, если у меня написано в моей истории, что я умру или от пули, или умру, или от бомбы, значит, оно так суждено. Боишься смерти? Кто, я? Да. Я в жизни боюсь, знаешь, только, как говорится, два, ну, два у меня страха. Это, честно скажу, может быть смешно. Дети? Лечить зубы очень я боюсь. И не дай бог что-то случится с моими детьми. Вот это для меня самое... Ну, лечить зубы, это интересно. Я тебе серьезно говорю. Вот я сейчас как раз занялся... Даже под наркозом. Занялся зубами. Знаешь, вот у меня я еще привык в том, при Советском Союзе. Бурмашины, да? Конечно. И вот у меня по сей день этот страх все равно остается. Не знаешь? Во время войны ты встречал ребят встречи, с которыми ты гордишься? Вот которые произвели на тебя такое впечатление. Для меня производят впечатление это, знаешь, наши пацаны. Наши военные пацаны. Когда я вижу, когда я приезжаю туда, когда я знаю пацаны, которые освобождали и Ирпень, освобождали и Бучу, и Изюм. Вот для меня это самая большая гордость. Самая. Я ими просто, знаешь, скажу пока, пышаюсь просто. Я ими... Ну... Я очень много езжу к 95-й бригаде. Я этими пацанами просто, знаешь, они... Я когда к ним приезжаю, у меня большой адреналин. Я на них смотрю, это действительно герои. Не только, я говорю, за 95-ку. Ну, просто кому я езжу. У нас очень много. Все пацаны, которые находятся там, которые освобождают наши города, которые стреляют, то я ими всеми, знаешь, ну, у меня гордость, то, что я с такими пацанами могу сидеть, общаться. Да, они видят меня как футболиста, они видели меня. Вот я сейчас хочу спросить, вот как они воспринимают, когда к ним приезжает Александр Алиев? Я всегда, знаешь, я когда приезжаю, я говорю, я с пацанами всегда говорю, я говорю, пацаны, я вами просто, ну, наслаждаюсь, вы большие молодцы. Вы идете и, как говорится, подставляете свое, как говорится, сердце под пули и воюете за наших, ну, за нас, за обычных там людей, которых, обычные здесь живут, знаешь, и я всегда говорю, я говорю, ребят, я с вами на равне, даже вы выше меня. Я Алиев играл в футбол, да, я, может, где-то какую-то вам, как болельщикам, дарил радость, а вы сейчас дарите нам наши жизни. Так вот. Как тебе кажется, когда война закончится? Дим, я хотел бы, чтобы, знаешь, мы сейчас с тобой шли и сказали, что все. Путин сдох. Путин сдох, и война закончилась. Я хочу, чем быстрее, тем лучше. Я еще раз говорю, что я хочу, чтобы наши детки, те, которые, дети живут здесь, чтобы они радовались жизни, чтобы они наслаждались, чтобы они улыбались, чтобы они учились в хороших школах, чтобы, не дай бог, были какие-то, не было сирен, чтобы они не спускались в бомбоубежище. Вот для чего. Вот я хочу. Чем быстрее, тем лучше. Я заулыбался, я представил, мы сейчас идем, и говорят, Путин сдох. Мы бы напились, наверное, в дрызгамон. Я думаю, что я где-то неделю точно бы пил бы и радовался, знаешь. Хочется, чтобы была, знаешь, не победа, а, как говорят правильно, перемога. Вот так вот. Вот сейчас, на сегодняшний день, самое яркое воспоминание войны для тебя какое? Ну, я думаю, никакое, как, значит, самое яркое. Это не ярость, пойми. Нет, вот яркое, знаешь, вот тебе говоришь слово война, и ты сразу вспоминаешь, что? Ну, я думаю, ты вспоминаешь сразу, это первые дни начала войны. Первые дни? Ну, Все, я думаю, у каждого, когда 24 февраля, ты говоришь, 22 года, то, я думаю, это сразу, ассоциируется это слово вот с этой датой. И все.